Трусики видны, да? Мама, мама говорит, мандарит! Тут есть мандарит! Он вообще не стеснительный, вообще! Я, может, что-то постесняюсь на камеру сказать, а он... Это моя мужская версия! Я не знаю, почему все так говорят. Странно, говорит, сидишь просто на камеру, кушаешь и что-то говоришь. А так, вообще, первый мукбанг, который я увидела в своей жизни, это был мукбанг моего брата. Всем привет, мои дорогие! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. И сегодня у нас с вами будет мукбанг. Как-то я их неравномерно распределила, но не суть. Скоро их не будет. Я очень люблю мандарины, и это вообще у меня прям с детства обожаю. У меня прям ассоциация с мандаринами. Это Новый год. Не только у меня мандарины ассоциируются с Новым годом. Ой, да очень! Такой мукбанг я еще не видела на Ютубе. Вроде как фрукты набирают мало просмотров. Но у меня хорошо, что на канале стабильно все хорошо. То есть минимум мои видео набирают 25 тысяч просмотров. Я думаю, и так нормально. Давайте сделаем какое-то разнообразие. Я помыла, потому что мама настояла на этом. Раньше никогда мандарины не мыла. Сейчас мне мама говорит, ты дотрагиваешься до корочки, а потом дотрагиваешься до самого мандарина, и получается, что все микробы тебе врут. Напишите, пожалуйста, вы тоже в комментариях, моете ли вы мандарины. было вообще 2 килограмма. Пока я одевалась, наряжалась, как вы думаете, я смогла устоять? Нет. И посмотрим, какая куча кожуры у нас получится. Пока я красилась, готовилась к видео, съела пару штук, по-моему, 3 штуки. Читала комментарии ваши. Там девчонка одна написала. Айка говорит, почему у тебя кофточки повторяются? На каждом видео одеваю какие-то разные кофточки. И мне, честно, немножко раздражают такие комментарии, в том плане, что вы видите, что я очень часто снимаю видео. Получается, что в месяц мне надо 30 новых кофт. А иногда бывает в день, когда 2 мукбанка закидываю. 2 видео бывает у меня иногда. Что будет, если иногда мои вещи будут повторяться? Зачем так реагировать? Я не понимаю, если честно. Некоторые комментарии они до меня не доходят. Но я все равно, знаете, вот я не могу сказать, что я пропускаю это все мимо ушей. То есть, вот сегодня я пойду и куплю себе несколько новых кофточек. И как раз сегодня снимаю влог. По влоге покажу, что я купила. Вот, к сожалению, не получится прям каждое видео новая какая-то кофточка. Но буду стараться, как бы, пореже показывать одинаковое. Этот какой-то кисленький получился, прям как лимон. Хотела я вообще взять 4-5 килограмм и вот так вот по всему столу, чтобы это было зрелищнее, интереснее. Но потом моя двоюродная сестра мне сказала, что это ужасная идея. Потому что на цитрусовую очень часто бывает аллергия. И если я съем сразу 3-4 килограмма мандаринов, у меня может быть аллергия. И потом уже мои любимые мандарины я съем не скоро. Поэтому я испугалась, решила, что съем просто сколько я захочу. В обычном состоянии я могу спокойно 10 мандаринов съесть. И для меня это немного. У меня было видео, где я ела килограмм клубники за раз. И там тоже мне девчонки писали, что может быть аллергия, это опасно и все такое. Но слава богу, все обошлось. В этот раз, я думаю, тоже обойдется. Также сегодня мне просто завалили директ в инстаграме сообщениями о том, что Айка, посмотри, новое видео Марина, там она говорит про тебя. Спасибо вам огромное за активность. Мне, конечно, безумно это приятно, что как только вы где-то слышите мое имя, так сразу мне об этом говорите. Это очень приятно, честно. Я вас просто обожаю. Вот. Также мне приятно, что Марина упоминает меня в своих видео. Потому что, вы знаете, когда я начинала, когда у меня было 6 тысяч подписчиков, но я мукбанки начала, да, снимать. А Верняева в то время уже была, знаете, такая звезда, можно сказать, мукбанков. У нее было около 90 тысяч, наверное, подписчиков, а у меня было где-то 6 тысяч. В общем, такая огромная была разница. Сейчас у нас около 50 тысяч разница. Я не знаю, почему, но как бы у меня рост канала побольше. Наверное, потому что я чаще снимаю. Вообще, мне она очень нравится. Мне нравится, как она ест. Я вот люблю мукбанки, я люблю именно ее видео. Я люблю Фатиму смотреть и ее. Обожаю. А так, вообще, первый мукбанк, который я увидела в своей жизни, это был мукбанк моего брата. В один из дней он нам объявил, что он будет снимать видео для Ютуба. Ну, мы все такие, ну, молодец, будешь снимать и классно, и так далее. И он снимает видео, именно мукбанк сидит, кушает борщ и залил в Ютуб, кинул нам ссылку. мы с мамой посмотрели, это было, наверное, года три назад. Мы посмотрели и раскритиковали его. мама такая, говорит, с ними что-то, не знаю, интересное, как-то странно, говорит, сидишь просто на камеру, кушаешь и что-то говоришь. В то время это было не настолько распространено, как сейчас, или, может быть, было распространено, просто мы немножко отставали. На самом деле, иногда вот пишут в комментариях, да, какие-то женщины, которым по 50 лет, например, да, и пишут, господи, вот молодежь пошла, сидит, кушает на камеру, ничего другого сделать не может. Мне хочется сказать так, знаете, люди, которые смотрят мукбанки, это самые продвинутые люди, потому что это новое направление, которое еще не все понимают. Вот АСМРе. Сначала я думала, фу, что за чавканье, а сейчас мне вообще безумно нравится АСМРе. Так вот, я не рассказала историю с братом. Он, кстати, тоже очень любит мандарины. Ну, в общем, мы его раскритиковали, за что я, если честно, сейчас очень сильно себя корю, потому что сейчас я понимаю, что у него бы очень хорошо получилось. в то время нельзя было убивать вот это вот желание, вот этот вот дух. Наоборот, нужно было его поддержать. Пару дней у него на ютубе это видео постояло, повисело, так скажем. В то время я вообще не снимала видео, не была блогером вообще. и сейчас я ему говорю, что давай я тебя распиарю, вот давай я тебя прорекламляю, ты же все-таки мой брат, на тебя подпишутся. Я уверена, что вы подпишетесь на моего брата, потому что мой брат, вот все говорят, что это моя мужская версия. Я не знаю, почему все так говорят. Внешне мы с ним абсолютно не похожи, да, но разговорная речь, он вообще не стеснительный, вообще. Я, может, что-то постесняюсь на камеру сказать, а он как будто 10 лет ведущим работал на каком-то канале. И такой он немножко, знаете, безбашенный, может что угодно сказать. А сейчас он как будто, не знаю, вырос и уже даже не хочет даже со мной снимать видео. Не то, что он обиделся на меня, нет. Он просто понял, что это не совсем его. А сейчас я считаю, что это его конкретно. Я помню в детстве 5-6 килограммов мандаринов. Он просто мог за раз вот так вот. Вкусняша просто. В детстве мы с братом шли на его елку. Как бы мама платила за два подарка. То есть она знала, что я тоже пойду на его елку, а не на свою. И вот прошла эта елка, нам раздали подарки. И там внутри был один мандарин. И у меня брат подбегает к маме и говорит, мама, мама, мандарин. Тут есть мандарин. На самом деле, в те времена у меня папа работал железной дороги и как бы ездил в разные страны и всегда нам привозил просто коробками фрукты, понимаете? Просто столько было дома фруктов, что они гнили. И прям при всех родительницах, при всех учителях ребенок подходит к своему родителю и говорит, мама, мандарин. Ты видишь, он настоящий. Это мандарин. И все вокруг так посмотрели на маму и подумали, бедный ребенок никогда в жизни мандарина не видел. А на самом деле дома мандарина гнили. И мама начала ругать его после того, как пришла домой, мама говорит, зачем ты себя так ведешь? Люди подумают, что ты никогда мандарина не видел. Но он был ребенком. даже не понял, в чем прикол, что он неправильно сделал. Блин, так было смешно. Подбегает к маме. Мандарин, мама, мандарин. Я вообще очень люблю цитрусовые, кроме грейпфрута. А что такая интересная история? Мой брат всегда был в школе таким, знаете, хулиганом, да? И вот друзья иногда звонили на домашний, чтобы спросить, он сегодня выйдет или нет. Я целыми днями сидела дома, а его вообще нельзя было загнать в дом. И он такой, типа, знаете, крутой парень там. И в один из дней он играет в компьютер, звонит в телефон, и телефон берет моя бабушка. Она на русском говорит очень плохо. Вернее, может изложить свою мысль, но не совсем правильно. Она не хотела, чтобы он куда-то шел. И когда позвонил телефон, она говорит, он сегодня немножко больная. Блин, как мы ржали над этим. потом в школе над братом все прикалывали, что ты немножко больная. Сколько штук я съела? Надо было вначале вообще посчитать. Кожура у нас вот. Я вам покажу, сколько кожуры у нас получилось. Но я хочу еще. Я не думаю, что у меня будет какая-то аллергия. я съела 7-15 штук. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Красота просто. Просто красота. Уже чистить неохота. Вначале чистила. Сейчас ничего и так пойдет. И так вкусно. Какой сладкий. Этот вообще. Еще я помню, у нас в школе были анкеты. Вот кто помнит эти времена? Пожалуйста, напишите в комментариях. Мне кажется, сейчас уже у детей нет анкет. Но в наши времена были анкеты, которые мы заполняли разноцветными ручками. У меня были настолько красивые анкеты. Мама всех их выбросила. Я очень долго обижалась на нее из-за этого. Проблема была в том, что я хорошо училась. В школе у меня была одна четверка, все остальные были пятерки. И мама все равно считала, что анкеты это пустая трата времени. Но я должна же чем-то заниматься. люди ходят, не знаю, на кружок рисования или просто гуляют на улице. А я сижу дома, не знаю, рисую, делаю эти анкеты. Мама считала, что они отвлекают меня от учебы. В это время от времени прятала их. Когда мы переезжали, она подумала, что это лишние грузы, взяла, выбросила. Семь лет, как она выбросила мои анкеты, до сих пор я не могу успокоиться. анкеты, это была моя жизнь. Я ем самые крупные. Получится, что я съем очень мало. Давайте с мелких. Ой-ой-ой. Вот такой вот мандаринчик. Мандаринчик. Это не очень... Извиняюсь. Это домашний. Познакомьтесь, это мой домашний. Блин, домашний сбил меня с мысли. Что я говорила? Я что-то рассказывала, по-моему. Что-то интересное я хотела вам рассказать. Опять на процессе монтажа вспомню. Я всегда, когда монтирую, а в видео, например, я рассказывала какую-то историю. Я такая вспоминаю, там же были вот такие моменты. Еще это надо было рассказать, еще то надо было рассказать. А блин, что ж такое? Поэтому сама себе говорю, вот в следующий раз я составлю текст, но потом не составляю. Следующий пошел. Я люблю, когда мандарины вот так вот легко раздеваются. Раздеваются. Я люблю их раздевать. На улице паспортная погода. Я сегодня встала в 6. Чтобы смонтировать видео, потому что в 10 мне уже надо было быть на работе. На улице просто было темно. Надо приучить себя монтировать ночью. А то знаете как? Иногда я монтирую ночью, иногда утром. Иногда ночью, иногда утром. И получается, что я не успеваю спать. Бывает такой день, что я монтирую ночью, ложусь, например, в 3, потом встаю в 7, опять монтирую, например. Это просто приводит к тому, что я очень сильно устаю. Вы же не хотите, чтобы я уставала? Вы же хотите, чтобы я делала для вас контент. Правильно? Контент вы же хотите? Я сейчас пытаюсь вспомнить, что же я хотела вам такое интересное рассказать до того, как позвонил телефон. Нехорошо. Для разнообразия я надела свое платье. Теперь буду придумывать что-то, чтобы вы такое не писали. Немножко странно, когда такое пишут люди. А может быть, у меня нет возможности купить или еще что-то. То есть, мне кажется, это не совсем тактично писать такое. Это как у нас была одна родственница. Я начала ходить на лазерную эпиляцию. Она мне говорит, ты что, говорит, после лазерной эпиляции еще больше становится волос. Я говорю, тогда что делать? Брить, говорю, еще больше становится. Лазерная эпиляция еще больше становится. Эпилятор еще хуже. Что тогда делать? Да ничего не делай, говорит, оставь, осветляй волосы на руках. Я так ее слушаю, господи. Этот человек никогда в своей жизни не был на лазерной эпиляции и с такой уверенностью говорит, что при лазерной эпиляции волос становится больше. И, например, она это говорит в присутствии моей мамы. Потом моя мама начинает думать, да, а может быть, она права, может быть, тебе не стоит ходить на лазер. Я не люблю таких людей. Этот человек всю жизнь прожил в деревне. сейчас переехала в город, но, опять же, не имеет особо таких представлений. И когда такие люди что-то начинают тебе доказывать, мне это раздражает, честно. Или, например, она же мне говорит, в детстве мне говорила всегда, вот, ты худенькая, когда ты вырастешь, ты будешь толстая. Я говорю, почему я буду толстая? Во-первых, у тебя гена, у тебя мама полная. И во-вторых, когда ребенок в детстве был худеньким, он когда вырастает, всегда бывает полный. Я говорю, а ты была полная? Она говорит, нет, я всегда была худенькая. Я говорю, ну, сейчас же ты толстая, да, тогда получается, что в детстве ты должна была быть худенькая. Нет, я не толстая, я нормальная и так далее. Настолько не тактичный человек. Я вообще не люблю вообще диалог вести с людьми, которые меня раздражают. Мы недавно с моим доверным братом, с которым вот я снимала влог, мы беседовали именно о том, что не со всеми вот людьми, которые нас окружают, с ним вообще стоит общаться. То есть можно выбрать конкретную категорию людей, которые нам подходят, которые близки по духу нам, например, и общаться с ними. И вот настолько это у меня в голове осело. Меня настолько обидело тогда в детстве, когда она мне сказала, что ты вырастешь, ты будешь толстая. Мне было, наверное, лет 12, но это меня очень обидело. Я еще пришла домой, маме говорю, что, мам, я когда вырасту, я буду толстая. Мама говорит, с чего ты вообще это взяла? Я говорю, мне тетя сказала. Говорит, не слушай никого. Еще у нас в деревне есть одна соседка. Я была подростком, наверное. Вот какие-то моменты из своей жизни я запоминаю на всю жизнь именно потому, что действительно меня задело. Мне действительно стало неприятно. где-то мне было 12-13 лет, а на мне была юбка, и юбка была немножко порвана на самом деле сзади, а я даже этого не заметила. И наша соседка, которой в то время было 25 лет, 25, взрослый человек, и она мне на всю улицу говорит, красные трусики твои видны. Представляете? То есть это не стоит вот так вот крича говорить. То есть можно подойти ко мне и сказать, слушай, у тебя там порвано, у тебя вот трусики видны, да? Настолько нетактичный человек это наша соседка вообще. Один раз мама захотела их номер, чтобы время от времени, там, когда нам нужны яйца, когда нам нужно молоко, чтобы звонить им и, то есть заказывать, да, чтобы они нам откладывали. И когда мы приезжали в деревню, мы за деньги, естественно, у них покупаем это все. И ее мама всегда говорила, мои девочки никогда не используют телефон. Вообще я считаю, что девушкам не стоит давать в руки телефон. То есть только испорченные девушки используют телефон. Настолько отсталые люди, ну, в общем, это их дело, я с таким вообще не общаюсь. И, в общем, мама позвонила, чтобы заказать себе яйца, сыр и так далее. И так получилось, что на балансе у мамы не было денег, и она просто кинула вызов. И потом эта же девушка, которая никогда не использует телефон, четыре раза нам перезвонила. Я не люблю людей, которые строят из себя таких правильных, хороших. Ой, я не такая. Вот я другая. Я считаю, что вот какая есть, такая и есть. Не надо никого из себя и строить. Видео получается супер длинным. Осталось у нас всего ничего. Пять мандаринов. Следующий. Господа, следующий. Ой. Почему этот такой кислый, непонятно. Осталось. осталось всего 4 мандарина я их доедать не буду в принципе я могу съесть я просто боюсь что у меня потом будет аллергия поэтому давайте не будем рисковать обожаю мандарин это просто нечто на этом все я очень надеюсь что это видео вам понравилось если это было так то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал может быть для вас это мелочь для меня безумно приятно я вас всех очень сильно люблю целую всем пока